Мне исполнилось 28 лет, но этот день рождения мне очень не хотелось отмечать. Хотелось уехать подальше от города, в лес, закрыться в машине, выключить телефон и не принимать никаких поздравлений. Я был уверен, что не заслуживаю их. После пандемии, на которой я сильно поправился, люди вышли из так называемой самоизоляции, а я там так и остался. Я изолировал себя от людей, и когда меня звали в гости, когда меня звали гулять, когда хотели со мной встретиться, я всем отказывал, потому что стеснялся себя. Я смотрел на свои старые фотографии, сравнивал с тем, что вижу в зеркале, и ужасался. И вот чтобы разорвать это, я просто хочу показать всем, каким я стал сейчас и что будет дальше. Депрессия сопровождала меня последние годы, наверное, 2, 3, 4, 5, не знаю сколько. Я не эксперт, чтобы сам себе ставить диагноз, но было трудно. Есть вещи, к которым, как бы ты ни готовился, все равно подготовиться трудно. И расставание, наверное, это одно из этих вещей. СМЕХ. как вы видите выгляжу я не совсем спортивно и довольно тяжело было все эти вещи перевозить но как-то я справился в одиночку никто мне не помогал спасибо каршерингу а вот здесь я вешаю портрет человека который для меня символ невозможного символ безграничного первый человек на луне ну а сам я собственно раз погрузил себя в пучину этих рамок и границ наверное самое время от них избавляться в общем я был на самом дне что называется коснулся дна самая темная яма в моей жизни произошла и вот я остался только с надеждой что смогу хоть как-то из нее выпутаться я начал с ходьбы просто начал ходить считать шаги да банально но по крайней мере хоть какая-то активность по крайней мере начальная начал стараться подбирать себе еду не есть то что непонятно из чего сделано в общем все просто и моя проблема самая главная моя проблема всегда была не в том что я не знаю что делать не в том что мне нужна поддержка совет а в том что я все знаю но ничего не делаю и потихоньку потихоньку я стал смотреть на себя в зеркало одеваться и выходить на улицу просто чтоб ходить настроение улучшалось порой и и вот за эти прогулки действительно но что-то менялась кажется что ничего не меняется да как в том фильме жертвоприношения поливаешь мертвое дерево три года подряд а через какое-то время что-то меняется вот здесь я устаю очень сильно и пытаюсь изобразить насколько я устаю но продолжаю все равно идти потому что надо себе норму указал где-то 10 тысяч шагов минимум на самом деле я потом проходил и 14 и 15 и 20 и даже 30 когда уже входил в азарт здесь вот шел и увидел как в царицыно поющие фонтаны оказывается есть я это помнил и с детства но стал забывать короче день ото дня обычные банальные прогулки конечно перешел на диетическую колу ну то бишь без сахара ну а отказаться от шаурмы это уж сверх моих сил она была не совсем жирный по отличие от меня но порцию удовольствия я для себя получил ведь тоже кстати говоря резкие от отказ от привычной еды это стресс для организма а стресс это плохо когда ты стрессуешь ходить тоже и сбрасывать лишний вес будет не совсем легко а потом он еще может и вернуться после этого стресса поэтому я для себя выбрал этот месяц как такой знаете подготовительный чуть-чуть себя ограничить в какой-то фигне в плане еды чуть-чуть себя подпушить подтолкнуть к активности и подготовиться уже потом к тренировкам по крайней мере суставы не будут себя плохо чувствовать здесь я замечаю красивую красивую девушку и думаю ох как бы я сейчас к ней подошел сказал давай мне свой инстаграм давай пообщаемся или что-нибудь такое но понимаю что ха 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 как всегда все что остается это провожать ее взглядом ну и ладно я продолжал прогулку не нужно сбиваться с цели солнце светило оказывается природа люди все так ярко прекрасно я решил сам себе записать ролик наперед как я себя поздравляю с тем что у меня все получилось все задуманное состоялось все зависимости ушли и и триумфально возвращался домой у меня тут большая стройка не от меня зависящая но солнце продолжало светить и я радовался насчет еды тоже много что поменялось кстати не смотрите на эту футболку и не спрашивайте откуда она у меня а на эту смотрите в общем день ото дня я просто просыпался и понимал что сегодня я опять погуляю сегодня я опять сделаю хоть что-то это ноль ноль один процент от того что может быть но это все равно лучше чем ничего а самое главное я достал свои старые черновики и свою незаконченную недописанную книгу которую я писал несколько лет и оставил на неопределенный срок я подумал что сейчас самый лучший момент вернуться к этой работе завершить ее наконец-то издать уж очень не хочется через двадцать тридцать сорок пятьдесят лет сидеть и вспоминать как у меня был огромный потенциал а я его не сумел реализовать хочется поставить точку и если хотите поставим ее вместе .